Это программа Актуальный Блиц на телеканале Тента. Него с вами Светлана Воробьева. Здравствуйте. Актуальные события, темы и комментарии сегодня в нашей программе. К осуществлению перевозок детей допускаются водители, не имеющие непрерывного стажа работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. В Карелии детей в школы возят с нарушениями всех правил безопасности. Сегодня в правительстве обсуждали ситуацию на дорогах республики. Три срока уплата. 1 ноября, 6 ноября и 15 ноября. И, как вы верно заметили, два срока уже истекло. Что делать тем, кто налог своевременно не уплатил? Имущественные налоги. Сроки уплаты прошли, но паниковать не стоит. Все разъяснения налоговиков. Наши алонецкие ополченцы ходили по Монмартру в 1814 году, когда русская армия разбила Наполеона и вошла в этот вечный город, город Париж. Славная история боевых подвигов наших земляков. В Петрозаводске открыли новый памятник. Дороги в Карелии стали опаснее. На них гибнет все больше людей. Так только за 10 месяцев этого года в республике случилось 697 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб 91 человек и 910 ранены. Если сравнивать с прошлым годом, каждый из этих показателей вырос. Сегодня ситуацию на дорогах обсуждали в правительстве на специальной комиссии. Постоянную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения теперь возглавляет первый замглавы Карелии Олег Громов. Сегодня обсуждали ситуацию на дорогах в целом и безопасность детей. В частности, как они осваивают правила дорожного движения, в каких условиях они добираются из отдаленных поселков школы, а также кто и на каких машинах возит учеников. Оказалось, информация заместителя министра образования Геннадия Сараева и представителя управления государственного автодорожного надзора Владимира Младенского прямо противоположная. У первого все гладко, а у второго сплошные нарушения. Детей возят неопытные водители, которые не проходят предрейсовый медосмотр. Автобусы также они осматривают самостоятельно. И это еще не все. Особое беспокойство вызывают нарушения, связанные с порядком обследования дорожных условий на школьных автобусных маршрутах и порядком их открытия и утверждения. Так, без проведения обследования дорожных условий распоряжением главы администрации Петкеранского муниципального района от 6.09.11. За номером 121 были утверждены открытые регулярные школьные автобусы маршрута поселка Сяльми, Яймеля и Харлу, Янсин, Ярови. Что делать местным властям или педагогам, если единственная дорога из деревни в школу не ремонтировалась со времен царя Гороха? Да еще и ее пересекает нерегулируемый железнодорожный переезд. Чья это забота? Наверняка этот вопрос возник не сегодня. Тогда зачем все эти серьезные люди собираются не первый раз в этом зале и заседают? По данному направлению, я бы сказал, даже не вопросу, там вопросов много, правительственной комиссии по обеспечению дорожного движения Республики Карелия существенных положительных изменений в обеспечении безопасности перевозок школьников в 2012 году не произошло. Олег Юрьевич, как Вы ранее заметили, порой решение правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения выполняется не в полном объекте. Чтобы начать выполнять решение комиссии, Юрий Громов сегодня выступил с предложением найти всех собственников нерегулируемых железнодорожных переездов и попытаться совместно сделать их современными и безопасными. Сроки выполнения определял жестко, спрашивать обещал строго, также и по всем остальным проблемам. В ноябре истекают сроки уплаты имущественных налогов для жителей Петрозаводска. О том, что делать тому, кто не оплатил по каким-то причинам налоги и как не стать должником в будущем, об этом нам рассказали в налоговой инспекции города. На самом деле в этом году очень много граждан обращалось с просьбой о том, что не получили уведомления на уплату налога. Уведомления на уплату налога мы рассылать начинаем где-то с лета, с августа, и они уходят на почту, и почта их должна рассылать именно заказными письмами. Многие просто не получают вот эти квиточки, кто-то на даче, где-то это теряется, и люди действительно уведомления не получили. В этом случае можно самим к нам прийти в инспекцию, было получить эти уведомления. И мы три недели вот перед первым ноября работали в таком усиленном режиме. К нам приходило очень много людей, которые не получили уведомлений. Но и сейчас, поскольку все-таки мы живем в 21 веке, мы призываем людей пользоваться электронными сервисами, которые налоговая служба очень активно продвигает. Вот, чтобы не ходить в налоговую инспекцию за уведомления, можно зарегистрироваться в личном кабинете, получить пароль и, в общем-то, иметь возможность распечатать квитанцию прямо через интернет-сервис. Вот, личный кабинет налогоплательщика, он расположен на сайте управления Федеральной налоговой службы по республике Карелия, и можно также на него зайти с сайта Федеральной налоговой службы, там прямо есть раздел «Электронные сервисы», «Личный кабинет налогоплательщика». Там можно заполнить онлайн-заявление и подойти к нам в инспекцию с паспортом, получить пароль. Почему необходим пароль? Потому что это 102-я статья, сведения о начисленных налогах, это налоговая тайна. Далее вы пользуетесь этим паролем, причем вы видите свои начисления на всей территории России, то есть если у кого-то есть, например, имущество за пределами Республики Карелия, или земля за пределами Республики Карелия, или на территории, но опять-таки не в городе Петрозаводске, все эти начисления вы можете увидеть непосредственно в личном кабинете, распечатать квитанцию и уплатить налог. Можно оплатить онлайн. И некоторые люди стали платить онлайн за знакомых, за родственников со своей карточки. Вот это делать категорически нельзя, потому что кодексом запрещена оплата за третьего лица. Как бы можешь платить со своей карточки за себя. И такие вот ошибки у нас уже в этом году были, и мы сейчас с этими гражданами разбираемся, пытаемся им помочь, чтобы ни у кого не было недоимки. Ни у тех, кто заплатил, ни у тех, кто за кого-то заплатил. 4 ноября в России отметили День народного единства. Это один из самых молодых праздников новейшей истории нашей страны. Он отмечается 7 лет. В Петрозаводске этой дате посвятили открытие нового памятника. Как везде заявлялось, этот памятник – дань памяти олунницким ополченцам, которые участвовали в Отечественной войне 1812 года. Однако надпись на монументе гласит «Верным сынам Отечества, воинам олунницких полков и народных ополчений русской армии» 1698-1920 году. Почему на стеле такие широкие временные рамки? И действительно ли наши земляки победно маршировали по Парижу? С этими вопросами мы обратились к нашим историкам. В 1698 году был создан из рекрутов, или точнее стрельцов, Казанского приказа 1-й олунницкий полк. Он назывался полком под командованием полковника Александра Вилинича Шарфа, очень известного военного деятеля Петровской эпохи. И этот полк, повторюсь, был сформирован не из жителей Олонии нашего края, но тем не менее он вошел в историю, потому что участвовал в различных военных событиях. В 1708 году он был переименован в солдатский Олонинский полк и завершил свою, в общем-то, недолгую историю в 1712 году. Затем в истории Олонинского полка пауза длиной в 100 лет, и потом снова продолжение летописи, которую историки без стеснения называют любопытной и феноменальной, потому как полк сыграл большую роль во многих исторических сражениях. И одна из страниц – это действительно участие в Отечественной войне 1812 года. В этих событиях новый полк Олонинский также принимал самое-самое непосредственное участие. Но, скажем, солдаты Олонинского полка участвовали во многих битвах, в том числе они участвовали в битве народов под Лейпцигом в 1813 году. Олонинский полк освобождал Париж в марте 1814 года. Но парадокс истории заключается в том, что и этот полк Олонинский второй как бы не формировался из жителей Олонии. Он формировался в угличе из людей, вот, набора, углицкого набора. И все же наши земляки внесли свой вклад в исторические события Отечественной войны 12-го года. Это были ополченцы. В военной кампании Отечественной войны 1812-1814 года было сформировано Олонинское ополчение. Это ополчение формировалось из жителей Олонинской губернии, которая получила этот статус при царе Александре I в 1801 году, и из жителей Вологодской области, они также вошли в состав Олонинского ополчения. И бойцы Олонинского ополчения также принимали самое активное, самое непосредственное участие в войсковых событиях Отечественной войны. Они также участвовали в крупнейших событиях, в том числе они освобождали Дрезден. Они принимали участие в битве народов в 1813 году. И наши Олонинские ополченцы ходили по Монмартру в 1814 году, когда русская армия разбила Наполеона и вошла в этот вечный город, город Париж. Этим боевым подвигом и адресована вторая часть посвящения на памятники. История же Олонинского полка русской армии завершилась в 1920 году. Правда, у исследователей есть еще один факт. Во время Великой Отечественной войны существовал 260-й Олунинский пехотный полк, сформированный из наших земляков. Он полностью полег на полях боев в начале войны в 1942-м. Что касается нового памятника, история его появления достаточно интересна. И об этом в наших следующих передачах. Это был Актуальный Блиц. Смотрите нас также на сайте TNT-дефис. Санега.ру. Увидимся.